Пенсионная реформа «Единая Россия» подписала себе приговор Политика Пенсионная система 21 апреля 1529 Пенсионная реформа «Единая Россия» подписала себе приговор Партия власти тянет на дно всю государственную систему управления Антон Чаблин Комментарии в просмотров 127384 Фото Максим Григорьев ТАСС материал комментируют Константин Калачев Не больше трети россиян готовы голосовать за «Единую Россию», а в Москве эта доля и вовсе не превышает 22% Пытаясь избежать сокрушительных проигрышей на выборах, «Единороссы» вовсю задействуют административный ресурс, меняя под себя избирательное законодательство Но очевидно уже, что срок партии власти недолог «Единая Россия» поплатилась за пенсии Рейтинги «Единой России», несмотря на все усилия политтехнологов партии власти, и не думают вырастать Согласно самым свежим подсчетам в ЦИОМ, уровень поддержки избирателями находится на уровне 35,1% Фонд «Общественное мнение», ФОМ, показывает результат в 34% Причем электоральный рейтинг «Единой России» впервые в истории опустился ниже 40% еще в июне прошлого года Сразу после того, как председатель партии Дмитрий Медведев внес в Государственную Думу законопроект о пенсионной реформе Точнее даже сказать, что рейтинг не опустился, а рухнул С 17 по 26 июня с 45,9% до 38,7% Читайте также Подачка победителям На пенсии ветеранам ВОВ выделено меньше депутатской взятки К 75-летию победы Кабмин решил добавить фронтовикам немного денег Совсем немного С тех пор уровень удобрения продолжал потихоньку снижаться ВЦИОМ фиксировал его резкое уменьшение в июле и сентябре 2018 года, а затем в январе 2019 года Все это совпадало с антинародными инициативами «Единой России» В июле и сентябре проходило, соответственно, первое и второе чтение законопроекта о пенсионной реформе в Государственной Думе А в январе вступили в силу законы о повышении НДС, налоговом маневре введения налога на самозанятых Фактически, антирейтинг «Единой России» тянет вниз рейтинг президента, который, судя по данным социологов, уже не способен мобилизовать избирателей ни по одному серьезному вопросу, как было прежде Не сильно повлияло на рейтинги даже социально ориентированное послание президента федеральному собранию Так что теперь, похоже, задача властей не растерять гарантированную поддержку меньшинства, тех самых 35%, наперекар всему голосующих за «Единую Россию» Мы для единороссов стада В ЦОМ и ФОМ демонстрируют, что на фоне обрушения рейтинга «Единой России» популярность оппозиционных партий и лидеров особого роста не испытывает Но в любом случае очевидно, что «Единой России» с каждым разом предстоят крайне непростые выборы Фактически, она может окончательно расстаться со статусом партии власти, если не в этом году, то через год-два точно И об этом свидетельствуют не только результаты социологических опросов в ЦОМ и ФОМ, социологических служб, которые считаются близкими к Кремлю, но и недавних компаний Кандидат от «Единой России» вчистую проиграли выборы самовыдвиженцу в городе Демьянове, Кировская область, и коммунисту в Черемховском районе, Иркутская область На дополнительных выборах в Заксобрании Нижегородской области избран коммунист Максим Волков Но наиболее громкими, конечно, оказались выборы в Усть-Илимске, Иркутская область, где мэром сенсационно стала домохозяйка Анна Щекина, выдвинутая ЛДПР Единороссов жителей и на пушечный выстрел к власти не подпустили Кстати, вот как отреагировал на эту победу бывший лидер Усть-Илимского отделения молодой гвардии Единой России Владимир Ивашенко Вы даже не понимаете, что натворили Вы очень ограниченное стадо Вы слишком туго мыслите, чтобы хоть что-то сообразить Если вы этого не понимаете, то вы дебилы В общем, если единороссы все как один воспринимают население ограниченным стадом, а себя как новой аристократией, то о каком электоральном рейтинге вообще можно говорить? Поразительно, что еще и треть россиян готова голосовать за Единую Россию Калачев, основные проблемы у Кремля еще впереди Самые тяжелые регионы для Единой России это Санкт-Петербург и Москва, где в сентябре предстоят выборы губернатора и городской думы В ЦИОМ посчитал, что на выборах в Мазгардуму готовы проголосовать за единороссов не более 22% опрошенных, за КПРФ 20%, за Справедливую Россию 17%, а за ЛДПР 11% Что касается результатов опросов ЦИОМ в Москве, то именно в мегаполисах Единая Россия теряет больше всего, говорит в свободной прессе руководитель политической экспертной группы Константин Калачев Позор пенсионной реформы, чего не сказал Медведев, выступая перед Госдумой Почему борьба с бедностью в РФ приводит к росту числа неимущих Единая Россия сейчас стала гораздо тщательнее работать с кадрами, особенно в регионах В то время как у других просто нет мотивации к участию в выборах ничего не решающих представительных органов власти Проблемы у Единой России могут возникать там, где есть партийные списки или существуют внутриэлитные конфликты Тем интереснее будет Единый день голосования 8 сентября СП, падение рейтингов Единой России продолжится Лично я считаю, что мы лишь в самом начале процесса снижения рейтинга и системных проблем партии власти Настоящие проблемы проявятся в 2021 году на выборах Госдумы Их первопричина не только непопулярные реформы, в первую очередь пенсионная, но и отсутствие у партии альтернативных популярных предложений СП, а как Кремль, думаете, будет реагировать на снижение рейтинга Единой России? Пока партия ищет технологические ответы на политические проблемы Можно, например, менять пропорции списочников и одномандатников Можно вовсе отказываться от партийных списков Но надо понимать, что у Единой России нет полноценной субъектности и это всего лишь инструмент О рейтинге партии власти подумают тогда, когда столкнутся с реальными вызовами и угрозами федерального масштаба Новости России Медведев признал, что пенсионеры в России не могут жить достойно